Продолжат внедрять новые технологии, цифровизируют многие процессы, от электронных дневников до отчетов, сделают учебную программу еще интереснее. Новый учебный год педагоги и ученики начинают с новых задач и планов. Но в День знаний все по давним традициям. Нарядная форма, цветы, порог родной школы и волнительная встреча. За парты 1 сентября в Мариел сели 87 тысяч школьников. Из них 195 пошли учиться в обновленную школу в поселке Верхушнур советского района. Яркие мгновения Дня знаний в нашем материале. А что мы будем делать в школе? Учиться. Наверное, жевать жвачки. Нет. Учить петушки и спать на парте? Нет. Ну, конечно, будем мы с вами учиться. Майя Викторовна уже и не припомнит, скольких учеников она научила читать, писать и считать. В профессии более 30 лет. Но этот учебный год она начинает все так же с интересом и любовью к своему делу и своим детям. Они только знакомятся. Но эти первоши уже ее самые дорогие. С отличным настроением. Идем в первый класс. Уже 33 год. Но я вначале работала в малокомплектной школе, поэтому много-много уже классов. Я уже не считала, честно говоря. В этой школе, наверное, выпуск четвертый. Этот пятый. В этом году первоклассники и их старшие сверстники пришли в практически новое здание снаружи и внутри. Верхушнурская школа стала одной из 13 в регионе, где был сделан капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Классы, коридоры, спортивные актовые залы, медпункт, отделение продленного дня – все новое и современное. Этот день очень долго ждали. Всей семьей ждали. Готовились, учились. Почти готовы пришли. Ой, школа вообще суперская. Хорошая школа. Вообще красивая. В гости к педагогам и ученикам этой школы в День знаний приехал Юрий Зайцев. Он осмотрел несколько обновленных классов. Кабинет марийского языка, где главе показали новое оборудование и учебники. Как отметил министр образования республики, в сельских школах много ребят, кто не просто изучает родной язык, но и выбирает его как предмет на экзамен после девятого класса. Современными новинками в оборудовании теперь может похвастать и класс ОБЖ. Мебель, учебное пособие, еще и электронный тир и модели автомата Калашникова. Готовы к введению нового предмета, основы безопасности и защиты Родины. Теперь же так будет предмет ОБЖ называться. Здесь будут готовить будущих защитников Родины. И с таким оборудованием на уроках основ безопасности точно не будет скучно. Как и в обновленной точке роста, здесь ребята углубленно изучают биологию и химию. Была создана точка роста в 2020 году. Поступило различное оборудование, различные мультимедийные цифровые лаборатории. А в этом году наша точка роста пополнилась еще мультимедийной панелью, которая может использоваться тоже для расширения проектно-исследовательской деятельности учащихся. Мы очень рады, что наша школа обновилась, что наши кабинеты стали яркими, сияющими, современными. И мы с новыми силами будем работать вдохновенно, учить наших детей. Особенность этой школы и в том, что здесь есть свой детский сад. Сегодня здесь обучается 35 малышей. Для родителей это очень удобно, когда ребенок пойдет в первый класс в знакомые стены. Юрий Зайцев высоко оценил проделанную работу и поздравил учеников, педагогов и родителей с Днем Знаний. Красивые парты, красивые стулья, техники полно разной, ноутбуки, планшеты. Все есть. Все есть для того, чтобы учиться хорошо и с удовольствием. Ребят, я вас еще раз поздравляю. С праздником вас. Преподаватели дорогие, родители. С праздником. Торжественные линейки прошли в этот день в каждой школе. И каждая по-своему запомнилась учениками-педагогам. В маленькой школе в деревне Кельмаксала в первый класс пошли 11 учеников с тем же предвкушением новых знакомств и знаний. Всего здесь учатся чуть более 100 школьников из нескольких населенных пунктов. Но как и в городских школах, здесь педагоги внедряют образовательные инновации и работают над новыми проектами. А на линейке в 19-й школе в этом году вновь стояли ребята в юноармейской и кадетской форме. Добавилось еще два профильных класса. Здесь продолжают традиции воспитания в духе патриотизма. 34 выпускника школы в прошлом году поступили в вузы нашего и других регионов. В том числе несколько ребят будут осваивать военные профессии. Школа приняла в этом году 7 первых классов. По новой традиции малышам старшеклассники подарили самолетики с пожеланиями и проводили в школу. День знаний учащиеся и педагоги 11-го лицея отметили в Царево-Кокшайском Кремле. Добрые пожелания к новому учебному году школьникам и учителям адресовал мэр Ешкаралы Евгений Маслов. Один из самых важных, один из самых любимых праздников – День знаний. Для первоклассников, которых в 11-м лицее сегодня 96, этот день запомнится навсегда. Мы желаем всем школьникам удачи, успехов, счастья, процветания. 1 сентября – это только начало новой школьной странички, нового учебного года. И каждый раз педагоги стараются сделать его еще интереснее предыдущего. Внимание к каждому ребенку, открытие талантов и привлечение внимания детей к знаниям – главная цель для каждого образовательного учреждения. Для их достижения совершенствуется и материальная база. Только к этому учебному году открываются 22 точки роста – центры цифрового и гуманитарного образования. Капитально отремонтированы 13 школ республики в 10 муниципальных районах. Строятся 4 новые школы. Среднее образование приобретает новое лицо, становится современным, доступным, инновационным. Но при этом наши школы все так же остаются для своих учеников вторым домом, а учителя – близкими и родными. И все так же из года в год трогательно звучит первый звонок, и встреча со школой становится запоминающимся событием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok